Это актуальное интервью. Меня зовут Ирина Потехина. Здравствуйте. И сегодня гость нашей студии, первый заместитель главы администрации города Андрей Касьяненко. Андрей Иванович, здравствуйте. Первый вопрос. Уже прошло обследование городских дорог, и все понимают, что в этом году у нас большинство работ направлено на ямочный ремонт. Между тем ситуация на дорогах не очень хорошая. Скажите, какова окончательная сумма, которая в этом году будет направлена на ремонт дорог, и что будет конкретно сделано на эти деньги? Во-первых, добрый день. Действительно, ситуация с состоянием дорожной сети города нас в этом году тревожит. Она сложилась по объективным причинам. Достаточно сказать, что в городе на сегодняшний день около 47 тысяч единиц автомобильной техники. Только за последний год более чем на 2000 город прирос количеством автомобилей. Соответственно, использование шипов и так далее, мягко говоря, не способствует хорошему состоянию наших дорог. Но нас это ни в коей мере не должно, скажем так, расслаблять эти причины. Задача стоит все-таки выровнять дороги таким образом, чтобы они были комфортны для наших жителей. Да, вы абсолютно правы. Изначально в бюджете были запланированы средства только лишь на ямочный ремонт. Причем объем этого ямочного ремонта должен был составлять 2000 квадратных метров. Проанализировав состояние дорог на сегодняшний день, а также получив экономию от торгов по данной теме, было принято принципиальное решение главой администрации о дополнительном выделении денежных средств в объеме более 3,5 миллионов рублей и проведении еще полутора тысяч квадратных метров ямочного ремонта. Кроме этого, когда сошел снег и комиссия отработала и рассмотрела ситуацию с дорогами, проанализированы были обращения граждан в этом направлении. Жанна Александровна также дала указания и ряд средств запланированных по правам благоустройства также был в экстренном порядке перераспределен уже на вопросы капитального ремонта дорог. На сегодняшний день сумма, которую глава порекомендовала и депутаты поддержали нас в этом вопросе, составляет 63 миллиона рублей. Вот эти средства будут в текущем году направлены на капитальный ремонт дорог. Это вот какие дороги и сколько полотна отремонтируют? Мы исходим из того, что наиболее сложная ситуация сложилась на улице Республика, улице энтузиастов и прежде всего на эти участки дорог будут направлены данные средства. К сожалению, на полный объем по всей длине улицы не хватит. Это достаточно сказать, что улица Республики будет отремонтирована от проспекта Мира до улицы Космонавтов, энтузиастов от магистральной до улицы Республики. Поэтому это первостепенные участки, которые мы отремонтируем, чтобы избежать создания аварийных ситуаций на данных участках дорог. Поэтому ремонту будут подлежать полностью и заезды во дворы, и дорожная сеть, выравнивая плит будет происходить. То есть будет происходить в полном объеме капитальный ремонт данных участков дорог. Вот скажите, капитальные ремонты как раз в последние два года, которые проводились горожан, не очень устраивают. И вот будут ли дорожники исправлять свои недочеты конкретно в каких местах, когда? И они как будут? Просто заделывать ямы на этих участках или колея, что на улице Шевченко? Или они будут прямо полотно менять? Ну, если позволить, я немножко подробно расскажу о данной ситуации. Действительно, надо отметить, что в прошлом году была выделена беспрецедентно большая сумма за последние годы. 400 миллионов. Да, мы понимаем, что ранее данных средств не выделялось. Когда было принято принципиальное решение, что деньги будут выделены, мы принимали максимум усилий, в том числе уже в феврале, в марте месяце встречались с подрядчиками. Мы ставили в известность, что данная сумма будет выделена и просили их, в свою очередь, приступить к мероприятиям, дабы данную работу проводить без задержек и своевременно все сделать. Соответственно, при составлении конкурсной документации, кроме того, и предусматривались меры, направленные на контроль и оценку качества этих работ. Достаточно сказать, что в данной работе принимало участие три организации. В городе эти организации довольно известны. Они обладают мощностями по приготовлению асфальтобетонной смеси. Это Севердорстрой, 2Н2С и ЯДСС предприятия наши. Ямал-Дорстрой-сервис? Ямал-Дорстрой-сервис, Ноябснефтеспецстрой и Севердорстрой, еще раз повторюсь. Мы в прошлом году на эти средства отремонтировали 18 участков дорог. По анализу состояния дорог на сегодняшний день были выявлены замечания по пяти участкам. Подробно здесь ситуация следующая. Севердорстрой отремонтировал в прошлом году 8 участков дорог, имеют замечания на сегодняшний день по трём. Ямал-Дорстрой-сервис отремонтировал 3 участка дорог и по одному имеют замечания. И, соответственно, Ноябснефтеспецстрой также имеют замечания по одному участку дорог. На сегодняшний день все акты по данным замечаниям составлены, подписаны всеми сторонами. В контрактах заранее были заложены гарантийные обязательства в течение двух лет устранять замечания, которые будут выявлены. И сегодня руководители данных предприятий подтвердили, что вопросы к качеству есть и что они гарантируют устранить в течение ближайшего месяца, но месяца с момента наступления благоприятных погодных условий. Тут надо понимать, что асфальт должен прогреться, не должно быть дожди и так далее. Я отдаю должное, что они не в коей мере не препятствуют, они понимают, что да, есть вопросы и будут устранять. Такие заверения с их стороны нашим специалистам были даны. Так всё-таки они будут ямы заделывать, ямочный ремонт или прям полотно, где оно плохое менять? Где это потребуется, будут менять участки полотна не полностью дороги, а именно те участки, которые на сегодняшний день деформированы, имеют замечания. Вот на улице Шевченко там такая колея образовалась, что... Колейность, ну, надо сказать, что именно по улице Шевченко эти организации не принимали, это было 2011 год, и там действительно было временное решение в связи с небольшим объёмом денежных средств на тот момент, и там только лишь был положен один слой асфальта, соответственно, это не кардинальная мера, и мы увидели, что за два года... Столько и прослужил. Да, она не дала того эффекта, который хотелось бы. Поэтому там будет происходить фрезерование и полностью выравнивание асфальтового слоя, чтобы устранить эту коленность. Скажите, а вот администрация будет применять какие-то санкции вот за некачественные работы на этих участках или достаточно того, что дорожники их переделают? Санкции применяются в случае срыва сроков выполнения работ и в случае, если эти замечания не будут устранены. Поэтому если всё-таки до, допустим, 15 июля данная работа не будет сделана, соответственно, мы будем вынуждены и будем обязательно это сделаем, мы будем привлекать экспертную организацию, производить оценку качества работы и направлять соответствующие материалы либо в прокуратуру, либо сразу в суд. Но ещё погода должна им позволить до 15 июля сделать, правильно? Да, ну, надеемся, у нас прогнозы-то благоприятные, поэтому я думаю, хочу в это верить, что всё будет сделано. Андрей Иванович, скажите, два года гарантийного срока на капитальный ремонт дорог, как вы считаете, этот срок достаточный или всё-таки он немножечко, может быть, мал или он большой? И вот дороги контролировались, их качество работ, почему проглядели? Ну, что касается комиссии, которая принимает дороги после ремонтных работ, в состав комиссии входят представители заказчика, это дирекция муниципального заказа. Обязательно мы включаем в состав комиссии представителей дорожного надзора ГИБДД, представители эксплуатирующей организации, кому, кроме как них, быть заинтересованы, чтобы дорога была качественная. Это на сегодняшний день ДРСУ, наше муниципальное предприятие. Что касается гарантийного срока, ну, к сожалению, сейчас вынуждены исходить из того, что в тот момент при заключении контракта был указан срок два года. Причём надо отметить, что срок гарантийный продлевается с момента устранения замечаний на конкретном участке дороги. Соответственно, если мы на этом участке в этом году уложим новый асфальт, либо ставим латку, то два года продлеваются именно с этого дня. С вами абсолютно согласен, тем более есть ведомственные нормативные документы, в частности по линии Минтранса, о увеличении гарантийных сроков. И мы на сегодняшний день дали такое указание нашей службе заказчика, применять именно ведомственные требования, и срок гарантийный по различным видам работ будет увеличенный. Что касается асфальтирования, это будет не менее четырёх лет. Если гарантийный срок будет касаться работ на земляном полотне и так далее, то там вплоть до восьми лет гарантийный срок может быть установлен. Поэтому мы, естественно, будем к этому подходить. А не испугаются подрядчики такой ответственности? Нам бы не совсем этого хотелось, потому что в случае, если подрядчики не выйдут на работы, будет конкурс признан несостоящимся, будут срываться сроки и так далее. Для нас это будет неприятно, но у нас выхода нет. Это требование не нас, это требование жителей. Я ещё раз говорю, мы поддерживаем все требования жителей по вопросу качественных работ на любом уровне, на любом объекте муниципального образования. Ну и, видимо, что все предприятия, которые будут выставлять дороги на тендеры, ремонты дорог, они тоже, вероятно, к этим же рамкам придут гарантийным? Конечно. Тем более, надо отдать должное, что предприятия работают над качеством своих предоставляемых услуг, производят замену оборудования, набирают специалистов и так далее. Сегодня подвижки есть. В частности, одно из предприятий установило новый комплекс, новый завод по производству асфальтобетонной смеси. Поэтому я вижу, что они стремятся к улучшению качества и хотелось бы, чтобы это действительно шло своё воплощение на наших улицах. Скажите, а вот ваше мнение, поиск подрядчика посредством тендеров, понимая, что по закону по-другому нельзя, но вот не получается в некотором смысле, что здесь кота в мешке покупаешь, потому что неизвестно, кто придёт. Вернее, придёт тот, кто предложит свои услуги за меньшие деньги. И вот вынуждены брать именно этого подрядчика, а не того, например, кто лучше себя зарекомендовал. К сожалению, отчасти вы правы. И наши специалисты, работающие в службе заказчика, в дирекции муниципального заказа, вам, конечно, в приватной беседе очень много могут рассказать о подобных случаях, когда либо просто выходят ради того, чтобы поучаствовать в тендере, вплоть до того, чтобы пойти на совсем правильные действия, попросить у ферм некое послабление для себя. Причём желания участвовать у них потенциального нет. То есть лишь бы подпортить кому-то настроение, снизить цену и так далее. Такие случаи бывают. Я не хочу на этом останавливаться. Мы исходим из того, что закон суровный, но это закон. Наша основная обязанность – действовать в рамках действующего законодательства. Какие там трудности возникают – это уже другой вопрос. Это мы уже на семинарах, мы уже обменились сомнениями, но в настоящее время у нас иного выбора нет. Только торги, хотя вы абсолютно правы. Иногда конкурс ставит свои самые задачи. Это минимальная цена. Причём мы понимаем, что минимальная цена не всегда является фактом качественной работы, а скорее всего наоборот. И фирма, которая снижает цену, получает какой-то подряд, затем вынуждена экономить на каких-то вещах. Либо зарплата, либо стоимость материала и так далее, и так далее. Потому что иного не дано. Вот немножечко вопрос продолжает эту тему. Скажите, предоплата ремонтов не делается дорог? Нет. Предоплата… Мы стараемся максимально избегать предоплаты, опять же, избегая появления на рынке недобросовестных подрядчиков. При отсутствии предоплаты мы рискуем только лишь качеством и сроками работ, точнее. А при предоплате мы ещё рискуем деньгами и временем, которые затем вынуждены в судах тратить, чтобы выбить из недобросовестных подрядчиков полученные деньги. Поэтому предоплату мы стараемся максимально избегать. Вот по теме дорог у вас ещё что-то хотели бы вы сказать? Или можно переходить к следующей теме? Только одно. У меня основная просьба к тем подрядчикам, которые выйдут в этом году на дороге. А в этой связи я ещё хотел один момент обратить ваше внимание, что во время визита сюда губернатора, наш город, Жанна Александровна рассказала ему о ряде вопросов, которые у нас возникают, текущей деятельности. И был спорный момент по выделению города 20 миллионов рублей на дороге. После этого визита данный вопрос был решён. Сейчас мы получили подтверждение от департамента транспорта, что нам эти деньги будут выделены. В связи с чем мы срочно размещаем дополнительные заявки на определённые виды работ, которые в этом плане у нас запланированы. Наболевшая старая городская проблема – это автостоянки, стоянки для автомобилей. Долго и много раз пытались организовать всё это коллективные стоянки, пытались убедить людей оставлять машины в гаражах, но пока это не работает. Понятно, что по закону вместить всех возле дома машины не получится. Какая работа в этом плане ведётся в администрации? Как будет решаться эта проблема в новых микрорайонах? Может быть, в старых что-то? Что касается места временного размещения транспортных средств, первое, данная проблема решается при реализации программы благоустройства дворовых территорий. На сегодня мы вынуждены отметить, что основная просьба жителей при реализации мероприятий в рамках данной программы – это обустройство стоянок для автомобилей. Хотя также вынуждены констатировать, что есть жители, которые этому не совсем довольны. Но здесь работает один из демократических принципов нашей жизни – это принятое решение большинством должно приниматься всеми. поэтому это одно направление. Повторюсь, мы уже неоднократно на эту тему говорили, 100 миллионов выделено, 10 дворовых территорий в этом году будут также благоустроены. Принципиальный подход у нас заключается в реализации генерального плана, изменения в которой были приняты на одной из последних дум нашими депутатами, где данному вопросу тоже было уделено особое внимание. В процессе строительства новых микрорайонов предусматриваются места для стоянки автотранспорта, кроме того, предусматриваются в городской черте, в частности улица Магистральная, там у нас коммунальная зона, строительство гаражных боксов, в новых микрорайонах расширенные места для стоянки транспортных средств жителей, выделяются земельные участки для строительства, в том числе, многоуровневых парковок. Поэтому, если есть желающие рассмотреть решение данной городской проблемы в качестве инвесторов, пожалуйста, мы приглашаем. Участки земельные сформированы, работа по межеванию данных участков проводится. Мы готовы оказывать всяческое содействие, потому что абсолютно вы правильно говорите, проблема на сегодняшний день острая для города. В том числе, хотелось бы сказать, что кроме административных мер, есть еще и чисто человеческие отношения и понимание проблем. К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что даже среди соседей нет понимания, как эту проблему решить и желания ее решить. Меня поразил случай, когда обратилась одна женщина, у нее ребенок инвалид, и она не может найти с соседями общий язык, чтобы они разрешили парковать ей собственный транспорт поближе к подъезду, дабы ребенка на руках нести меньшее расстояние до подъезда, чтобы занести его домой. Вот я этого не понимаю. Это кроме как человеческими отношениями не решить. Тут никакая администрация, никакие правоохранительные органы не помогут. Но еще раз говорю, наша задача создать условия. Условия создаются, земельные участки выделены. Поэтому мы надеемся, что жители проявляют активность. В свою очередь существует другая проблема. Есть четкие разграничения в законах возможности стоянки машин. Есть запреты, есть требования административного кодекса и так далее. Мы, в свою очередь, будем ужесточать требования в этом отношении. И те, кто ставит автомобиль на газонах, в необустроенных местах, тут уж извините. Как ужесточать? Есть запрет, есть правила благоустройства, принятые действующим в городе. Только одно уведомление, предупреждение или административный штраф. Сколько? До двух тысяч. Напугает? Посмотрим. Посмотрим. Он может удваиваться? У нас же задача не пополнить бюджет за счет штрафа. У нас задача создать максимально благоприятные условия для жителей. Поэтому, если есть газон, он не просто так придуман кем-то, когда-то, архитекторами. Это одно из условий благополучного отдыха в доме и так далее. Это возможность создания детских площадок. Поэтому тут мы надеемся и на понимание среди жителей в решении этих проблем. Еще одна большая и очень актуальная всегда тема – это ЖКХ. На это лето какие у нас самые проблемы город будет решать? Что запланировано? Ну, летом у нас всегда традиционно это задел на следующий период. Это все работы связаны с подготовкой к осенне-зиньевому периоду. У нас на текущий год выделено 182 миллиона рублей на данный вид работ. В первую очередь, в связи с многочисленными порывами и замечаниями по качеству работы магистральных сетей по улице Ленина, в первую очередь мы запланировали именно этот участок поменять в текущем году. Он позволит решить две основные проблемы. Это улучшить качественную работу данной магистрали, потому что мы помним, что в прошлые периоды очень часто были там порывы и так далее. И состояние трубы там специалистами диагностируется как уже не очень хорошее. Поэтому работы мы должны были сделать обязательно. Ну и до окончательного решения проблем с обеспечением ресурсами строящегося 8 микрорайона, но это позволит дома, которые будут вводиться в декабре текущего года, уже обеспечить теплом. Я имею в виду дома, строящиеся в 8 микрорайоне. Ну и второй основной участок по улице Высоцкого, также он связан с подготовкой к зиме, и необходимостью в первую очередь обеспечить безопасную работу наших магистральных сетей. Там Вы обратили внимание, работа уже начата, подрядчик определен, материал приобрели и работы ведутся. Я надеюсь, что также по срокам и по качеству замечаний не будет. Иначе контроль строгий. Возвращаясь к прежнему Вашему вопросу, отмечаю, что никакого авансирования там также нет, оплата будет производиться по факту, и, соответственно, только после подтверждения как службой заказчика, так и специалистами эксплуатирующей организации «Энергогаз» и «Ноябска» подтверждениями актов качественного выполнения работы. Большие надежды очень город связывает с 8 микрорайоном. И мы знаем о проблемах, которые были озвучены представителями округа, что сети, котельные нужны, когда она будет построена, кем она будет построена и удастся ли в декабре все-таки ввести эти дома в эксплуатацию? В соответствии с достигнутыми договоренностями при участии правительства Ямала-Ненецкого округа обеспечение инженерной инфраструктуры данного микрорайона будет осуществляться по внутриквартальным сетям. Это фирма-застройщик, фирма «ВИЗ». По электрическим сетям, магистральным и строительству котельной обязательства по строительству данных объектов взял на себя компания «Энергогаз-Ноябск». На сегодняшний день «Энергогаз-Ноябск» провел все необходимые мероприятия по проведению конкурса определению победителя на проектирование данной котельной. Подрядчик определен, подрядчик располагается в городе Москве. Срок окончания работ по проектированию котельной до октября текущего года. После чего будут реализовываться уже мероприятия после прохождения соответственной экспертизы по строительству данного объекта. Работа ведется. Мы держим ситуацию на контроле. В случае необходимости собираемся вместе со специалистами, в том числе с архитекторами, с застройщиками, чтобы определить нагрузки, которые необходимо заложить на данную котельную. В том числе, дабы учесть все пожелания города в части решения вопросов его развития и строительства дополнительных объектов. Что касается домов, которые фирма ВИЗ готова вводить уже в декабре текущего года, за счет ремонта магистральных сетей по улице Высоцкого и Ленина мы планируем обеспечить эти дома теплом до момента строительства котельной. После чего уже они будут окончательно запитаны от данной котельной. А эта котельная, вероятно, возьмет на себя и потом 9-й микрорайон, который будет строиться? Она частично разгрузит 7-й микрорайон, 9-й, строящиеся объекты, СОК, 9-й микрорайон и так далее. Скажите, в районе Парагазовой станции тоже строится у нас новый жилой район, работы ведутся активно, как там инженерные сети, они выдержат нагрузку? И хватит ли мощности котельной, которая у нас сейчас есть, взять на себя еще один микрорайон? Практически 13 домов там, насколько я понимаю, будет введено? Да, там такая же ситуация. Но эта ситуация будет решаться параллельно с решением вопроса по 8-му микрорайону, потому что новая котельная заберет часть нагрузки и, соответственно, освободит мощности нашей центральной котельной КГМ-100. И часть ресурсов мы перенаправим на это. Там такая же работа сейчас ведется по перепланировке мощностей, перепланировке территорий и развитию инженерной инфраструктуры. То есть однозначно без решения вопросов с теплоснабжением, электроснабжением никакие дома владиться не будут. Поэтому здесь не надо волноваться, тут работа будет сделана. Но вообще в планах там тоже, может быть, строить котельную какую-то на том районе? Нет, по генплану у нас предусматривается строительство котельной в 10-м микрорайоне. Это вот для обеспечения 9-го, 8-го. Кроме того, проектировщики, архитекторы запланировали строительство котельной в районе микрорайона Б-2. Это где сок 9-й микрорайон и туда севернее, там где будет строиться ледовый дворец, вот этот микрорайон. Перспектива развития города пока, потому что это планы, генплан рисуется до 30-го года, соответственно по мере развития города будет рассматриваться и перспектива строительства данной котельной. А так котельная в 10-м микрорайоне должна покрыть требуемые нагрузки. Еще у нас приятная вещь в городе появляется. Последние годы велосипедистов у нас становятся больше. Люди за здоровый образ жизни, но дорожек, понятно, велосипедных еще пока у нас никто не просит. Но я думаю, это дело не такого далекого будущего. А вот о стоянках уже говорят возле торговых центров, возле спортивных центров. Возможно ли простейшие металлические конструкции, куда можно поставить железного коня своего, такой организовать? Благодарен вам за вопрос. И вы, задавая его, практически сами ответили, употребив слово простейшие конструкции. Я не думаю, что там вопрос обеспечения подобными конструкциями для любителей велосипедного спорта требует такого рассмотрения, распредвлечения администрации. У нас многие учреждения занимаются хозяйственными, хозвопросами, самостоятельно имеют право зарабатывать деньги. И почему бы не посмотреть? Я услышал ваш вопрос и скажу так, что пока таких обращений ко мне не было, и я вот не слышал, но считаю, что поддерживать инициативу, связанную со здоровым образом жизни, мы будем обязательно. И я переговорю с нашими руководителями учреждения по решению данного вопроса. От вас хотелось бы сразу определиться по этим учреждениям, по объектам. Где это делать лучше в первую очередь? А мы можем объявить конкурс, я думаю, или в соцсетях. Андрей Иванович, ну вот на последний вопрос вы уже ответили заранее, поэтому, в принципе, все вопросы, которые мы хотели вам задать, исчерпаны. Может быть, вы хотите что-то добавить по какой-то из тем? Ну, только одно просьба к своим подчиненным, ко всем подрядчикам, которые работают на благо города из-за средства бюджета, относиться к своей работе должным образом, качественно, своевременно выполнять поставленные задачи, чтобы жители наши как можно меньше высказывали вопросов, замечаний, а больше благодарили за город, за ту работу, которую мы здесь проводим. У нас работ много, независимо от того, сколько денег, много, мало. Главное, чтобы все это было сделано. Поэтому я тем, кто сейчас все-таки пользуется данным правом, уезжает в отпуск, хочу пожелать хорошего отдыха, так как лето только начинается. Ну, а нам все-таки поработать хорошо и встретить наших жителей уже с более благоприятными условиями проживания и увидеть тот город, который бы радовал всех нас. Спасибо, Андрей Иванович. А я напоминаю, что это было актуальное интервью, и гостем в нашей студии был первый заместитель главы администрации города Андрей Иванович Касьяненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова